Всем привет! С вами Ксения Гленкина и вы смотрите канал Про Здоровье. Сегодня у нас будет практическое видео о том, какие ошибки чаще всего мы совершаем, когда готовим овощи. Очень часто мы даже не задумываемся о том, какие полезные вещества в них содержатся, как мы какими-то легкими действиями убиваем эти полезные вещества, но на самом деле, зная способы приготовления, способы обработки, когда, что нужно делать, мы можем сохранить максимальное количество полезных и ценных веществ внутри овощей. А мы с вами должны знать и помнить, что именно овощи являются кладезью всех витаминов и микроэлементов. Да, мы формируем еду для того, чтобы она содержала белки, жиры и углеводы, но именно овощи в каждый прием пищи отвечают за то, что мы получим максимальное количество микроэлементов в каждый наш прием. Более того, в самом конце видео у нас будет розыгрыш кое-какого витамина от молодой, поэтому смотрите видео до конца, и вас там ждет подарок. И, конечно же, чаще всего больше ошибок мы совершаем в процессе нарезания овощей. Чем мельче мы режем, тем меньше полезных веществ сохраняется в овощах, потому что чем больше площадь покрытия наших овощей с кислородом, тем быстрее погибают все полезные вещества, например, витамин С. Или, например, даже когда мы овощи запекаем или готовим, термически обрабатываем, то большая площадь соприкосновения с любой поверхностью или просто элементарно с воздухом нейтрализует максимальное количество полезных веществ. Поэтому в идеале чем крупнее будут нарезаны овощи, тем лучше. И тут же мы можем сказать про овощи, которые имеют стебли, ботву, какую-то шкурку. То есть чаще всего мы оставляем это на самом деле как с курицей. Шея, лапы и кожа очень полезны в курице, но почему-то большинство людей выбирают только куриную грудку, которая содержит белок, но не содержит всех остальных питательных веществ. То же самое и с овощами. Например, если мы возьмем свеклу, то когда мы готовим свеклу, то многие убирают ботву, а ботва, например, у свеклы максимально полезно, и счищают шкурку. Но опять же, самое большое количество полезных веществ содержится именно в шкурке. Это касается и фруктов, конечно же, но и овощей тоже. Картошка. Ваше любимое. Если уж вы едите картофель, то запекаете картофель в мундире. Вот тот самый молодой, потому что максимум пользы будет содержаться в шкурке. Так же, как я уже сказала, в свекле или, например, в батате, или в морковке. Поэтому лучше нарезать и запекать овощи. Ну, понятно, мы не говорим про суп, потому что суп – это нечто другое. Но если мы овощи запекаем целиком, либо какими-то крупными частями, кусками, то мы запекаем со шкуркой. Лучше хорошо помыть, взять, например, какую-то щеточку, даже такую. Вот есть специальные губки для посуды металлические. Вот можно прям хорошо промыть, но запекать именно в шкурке. Вот я думаю, что все видели красивые картинки запеченного батата, когда ты просто батат разрезаешь на две части, либо ты готовишь какие-то, например, палочки из овощей, и батат вы тоже можете есть со шкуркой. Просто почему-то многие считают, что это некрасиво, но это максимально полезно. И даже когда мы говорим про то, что запекать овощи целиком, вот многие запекают в фольге, но об этом мы поговорим чуть попозже, то мы тоже должны запекать эти овощи с кожурой. Дорогие подписчики, мы подготовили для вас новый подарок. Многие считают, что детокс – это нужно почистить печень, нужно пить какие-то фруктовые соки. Но мы расскажем, что же такое на самом деле детокс организма. И с этой целью мы подготовили целый гайд, который состоит из 42 листов. Чтобы получить гайд, нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, скачивайте его, гайд без оплаты. Я обожаю дачный салат, помидоры, огурцы. Огурцы шкурку всегда срезаем, мне не нравится. Смотри, очень классный вопрос, и здесь вопрос обработки. То есть, конечно, если это огурцы, вот у тебя дача, ну вот сейчас будет сезон, там твои домашние помидоры, огурцы, ты, конечно же, можешь не срезать, потому что действительно в огурцах полезное. Но почему мы срезаем, например, и вот даже когда мы с тобой готовили, я, помнишь, срезала шкурку огурцов, потому что я не уверена, чем их поливали, чем их обрабатывали. И, например, если у меня дома есть, опять же, озонатор, мы можем, если мы не уверены, чем огурцы обрабатывали, где они хранились, где они лежали, то есть мы не знаем, откуда они взялись, то в идеале все овощи мы обрабатываем озонатором, и тогда можно шкурку не связать. Потому что озонатор позволяет гораздо лучше обрабатывать, там, вот условно-патогенные флоры. И более того, озонатор нейтрализует различные, там, пестициды, которыми могут овощи обрабатывать. Поэтому дома все можно на картинке показать, все скажут, какой у вас озонатор. У меня вот такой озонатор. Опустил на 10-15 минут овощи в чашу с водой и с озоном, все, и потом ты можешь, в принципе, от шкурки не чистить. То же самое касается фруктов, то же самое касается ягод, потому что то же самое касается зелени, которую достаточно сложно промывать и обрабатывать. Про томаты и вообще все пасленовые, это другая история. Тут перец, баклажан, томаты, это пасленовые, и шкурка при проблемах с ЖКТ может негативно влиять на организм. Помнишь, когда мы видео какие-то снимали, я говорила, что мы ошпариваем, например, томаты, если мы, допустим, в салат даже их кладем, то при проблемах с ЖКТ здоровому человеку можно есть с шкуркой. Но при проблемах с ЖКТ перцы, томаты и баклажаны мы шкурку убираем. А что с ним будет проблем на ЖКТ? Там содержатся различные вещества, которые повреждают слизистую. Очень долго можно восстанавливать слизистую желудка, кишечник, если мы едим пасленовый со шкуркой. Поэтому мы ее временно убираем. Но, опять же, например, смотри, вот томаты. Вот там в томатах содержится ликопин. Вещество, которое является сильнейшим антиоксидантом, показано при сердечно-сосудистых заболеваниях. И ликопин активируется, когда мы томаты чуть поднагрели. Поэтому томаты можно чуть-чуть слегка обжарить. То есть, на самом деле, часть овощей мы можем есть и сырые помидоры, и термически обработанные. Просто польза, которую мы получим из этих способов обработки, она будет разная. И это касается, в принципе, любого бета-каротина. Мы морковку должны есть и сырую, и запеченную. Свеклу в идеале есть и сырую, и запеченную. То есть, делать всегда микс. И вообще, если мы обобщим наш суточный рацион, то у нас 50% овощей должны быть сырыми, а 50% овощей должны быть термически обработанными. И тот вопрос, смотри, допустим, про брокколи. Действительно, брокколи готовятся аль денте, либо вообще мы едим цветную капусту или брокколи в сыром виде. И мы в идеале должны есть и так, и так. Потому что в сырой, например, сохраняется больше клетчатки, а когда мы термически обрабатываем брокколи, там очень быстро, практически, там минута-две, не больше, там активируется вещество сульфарафан, которое нам нужно, допустим, при борьбе с онко, и которое подавляет вообще, в принципе, все онкоклетки. Здесь может быть вопрос, а я вот не могу переносить, у меня вздутие, у меня газообразование. Или, например, я белокочанную капусту в сыром виде не могу есть, а в тушеном могу есть. И о чем это говорит? О том, что когда у нас есть проблемы с ЖКТ, мы не убираем овощи, потому что они у меня вызывают вздутие газообразования, а мы занимаемся восстановлением системы пищеварения, потому что нам не хватает ферментов, прежде всего поджелудочной железы, для того, чтобы усваивать клетчатку. И не было вздутия газообразования. Сегодня про ЖКТ не будет, это видео про овощи, но вы можете пойти на наш трехдневный интенсив, который мы специально подготовили для вас, бесплатный, где я читаю лекции. И интенсив состоит из трех дней. И как раз первый день посвящен желудочно-кишечному тракту, второй – красоте и нашей молодости, а третий – лабораторной диагностике. Переходите по ссылке в описании к этому видео, присоединяйтесь к интенсиву. Интенсив абсолютно бесплатный, образовывайтесь и определяйте, что у вас не так с вашим желудочно-кишечным трактом. Дальше, по поводу запекания, про которое мы сказали. Многие запекают в фольге, и это следующая ошибка, которую мы совершаем. Мы не нагреваем фольгу. Когда фольга нагревается и соприкасается с нашей пищей, то алюминий, который содержится в фольге, попадает в наши овощи. Поэтому мы, если уж вы любите запекать, то вы берете овощ, берете несиликонизированный пергамент. Это тоже очень важно, потому что из силиконизированного вы получите пластик и химические вещества, ваш овощ. Да, так сложно, но на самом деле, к сожалению, мы имеем огромное количество последствий от этого. Поэтому мы берем несиликонизированный пергамент, и потом только оборачиваем фольгой. Я вообще, если честно, не сильно понимаю, зачем вообще, зачем это оборачивать. Я запекаю вообще овощи просто так. Вот, поэтому тут вопрос температуры, и не обязательно их чем-то оборачивать. Ты сейчас просто взяла и убила такой продукт, как этот картошка, которую ты в костер кидаешь в фольге, и потом вот после там на сплаве... Просто брось ее без фольги. Мои родители бросают картошку просто без фольги, когда на рывалку ездят. Следующее, про что важно поговорить, что мы не солим овощи заранее. Потому что если вы солите овощи заранее, то за счет того, что большинство овощей по большей части состоит из воды, соль очень быстро впитывается, и вам потом придется еще и еще досаливать. А мы с вами помним, что мы и так употребляем слишком много соли, нам столько соли не нужно. Поэтому это не только на самом деле овощей касается, но и овощей тоже. Когда уже овощи будут готовы, только тогда вы их в самом конце будете солить. То же самое касается масла. Это когда мы не просто, например, чуть-чуть смазали противень или, например, несиликонизированный пергамент. Это когда мы нарезали овощи, потом сильно их в масле перемешали, и потом еще нам приходится смешивать масло. То есть это очень важно все равно следить за тем, какое количество масел вы используете, особенно если вы овощи потом запекаете и нагреваете. Достаточно овощи кисточкой промазать маслом, но не обязательно их в масле замачивать, будут дыхать, как вот на гриле в ресторанах готовят. То есть там овощи лежат прямо в масле. Потом все достает, масло там стекает. То есть надо понять, что тогда овощ, во-первых, становится весь промасленный очень сильно, и все-таки мы следим за калорийностью, за тем, что у нас может быть там все равно избыток жиров в нашем рационе, либо эти жиры окислятся, если это масло было подсолнечное, например, и вы выложили их на гриль. Поэтому все овощи, которые вы запекаете в духовке, или если вы готовите на гриле, вы просто аккуратно промазали кисточкой маслом, но не замачиваете эти овощи прямо в чашке с маслом. Не, ну так никто не делает. Обычно же просто как масло... В смысле, никто так не делает, так делают и делают. На сковородку просто масло намазывают, и туда все вываливают, и все. А ты вообще к жарке капнуешься. Если мы говорим про овощи, про термическую обработку, то лучше всего овощи готовить либо аль денте, это прямо на несколько минут опустить в горячую воду, но лучше всего запекать или, например, потушить. Самый худший способ приготовления – это долгая варка, потому что чем больше овощи кипят, и особенно если вы опустили все овощи вместе, например, мягкие какие-то овощи, кабачок, например, или грибы, они уже сто раз сварились, пока, например, свекла и морковка довариваются. В общем, чем больше овощи находятся в кипящей воде, тем меньше полезных веществ в них сохраняются. Поэтому лучше всего овощи либо запекать, либо чуть-чуть тушить, либо готовить аль денте, чтобы вот этот вот хруст все-таки в овощах сохранялся. Поэтому долгая варка, либо жарка, когда на поверхности образуется продукт агрекации, вот та самая темная корка – это самый худший способ приготовления. И в идеале, конечно, ну понятно, что нам скажут, ну, Ксения, я не могу готовить овощи каждый день, но если все-таки мы говорим про… Я, например, овощи заранее не готовлю. То есть я, правда, не считаю, что это занимает долго времени, чтобы готовить овощи сильно заранее. То есть каждый день на ужин я заново нарезаю, например, там цукини, перец, батат, какие-то овощи, и выкладываю их на противень. Если вы потом овощи охлаждаете, а потом еще раз нагреваете, то есть с каждым подогревом овощей у вас все меньше, меньше и меньше полезных веществ сохраняется. И салат. Ну, давай вот скажем про приготовление овощей. Мы тоже в идеале не готовим салат заранее, потому что чем дольше сырые овощи будут соприкасаться с воздухом, тем меньше полезных веществ в них останется. Поэтому собрались есть, порезали овощи непосредственно перед едой. Запекаем овощи, запекли, поели, и все. В идеале не оставлять все это на второй, на третий, на четвертый день, просто потому что будут уничтожены все полезные вещества. А ты к тыкве как относишься? Тыква – это овощи? Что ты меня спрашиваешь? Там потом скажут, это не овощ какой-нибудь там кустовое, посленовое, тыквенное, ягода какая-нибудь? Вообще арбуз – это тыквенное. Да я знаю, но там и томат, не овощ. Томат, не овощ? А что это? Кустарник? Ягода. Томат, ягода? Да. И арбуз, ягоды, и томат, ягоды. Поэтому если мы будем разбираться вообще глубинно, ну просто тогда мы не будем снимать про какие-то овощи, но все-таки очевидно, что почему-то в нашей стране, да и не только, томаты же не лежат в разделе, где ягоды, томаты же лежат на рынке и в супермаркетах, там, где овощи, а тыква лежит там, где ботат и картошка. Ну да. Поэтому мы можем, конечно, быть… Сейчас меня опять напихают агрономами-исследователями и сидеть и умничать, но по факту нам важно изучать вещи, которые применимы на практике. И сегодня мы разыграем витамин С. Витамин С – это водорастворимое вещество, которое в первую очередь исчезает из всех овощей, зелени при термической обработке, и у большинства людей есть дефицит витамина С, поэтому сегодня мы будем разыгрывать витамин С. Что нужно для того, чтобы участвовать в розыгрыше? Первое. Нужно оставить комментарий под этим видео, какие способы приготовления овощей вы забираете, что ценного вы получили, какие лайфхаки у вас есть для приготовления овощей. Это будет ценно не только мне, но и всем подписчикам нашего канала. Второе. Вы заполняете анкету по ссылке в описании к этому видео, для того, чтобы мы могли с вами связаться для розыгрыша витамина. Третье. Вы делитесь нашим видео в соцсетях и отмечаете меня. И четвертое. Нужно быть подписанным на наши социальные сети. В течение трех дней моя команда прочитает комментарии, соберет анкеты, проверит все отметки, и мы разыграем 10 баночек витамина С, 10 наших подписчиков, которые оставили комментарии, и вы будете устранять свои дефициты. Спасибо, что смотрели это видео до конца. С вами была Ксения Глинкина, и вы смотрите канал Про Здоровье. Про Здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...